Дорогие друзья, я хочу поблагодарить вас за то, что вы находите время посмотреть наши передачи. Для нас всегда большое благословение служить вам. Я верю, что само служение Российской Церкви – это возможность достичь людей Божьим Словом, где бы они ни находились. Не важно, где вы находитесь сегодня, важно то, что Бог не останавливает свою работу. Мы сегодня живем с вами в уникальное время, когда Божье Слово может прийти в жизнь и в дом каждого человека. Я хочу пригласить вас, поделитесь со своими друзьями, знакомыми о наших передачах. Пусть больше будет зрителей, пусть больше будет людей, которые будут слышать Божье Слово. Таким образом, мы вместе будем прославлять Бога. Мы молимся и мы дорожим вами. Спасибо вам. До свидания, Господи. Знаете, что отличает нас от других людей? Это даже не наши жизненные принципы и понимание жизни. Но откровение о Боге, которое приходит в твою жизнь, оно меняет твое сознание, оно меняет твою ценность отношения к жизни. Люди, живущие на земле, видят 19-й, 20-й, 25-й, 30-й год. А ты видишь там, где ты будешь, в вечности. Бог открылся тебе не просто как некий, знаете, обряд или традиция, а Бог открылся тебе как Бог, который взял твою душу, взял твое имя и записал к нему жизни. И назвал тебя сыном и дочерью и сказал, ты будешь со мной вечно. И из года в год, проходя через какие-то трудности, через какую-то боль, через какие-то вызовы, Бог смотрит на тебя и говорит, послушай, я не забыл про тебя. Сколько из нас мы творили добру, нам никто не сказал спасибо. Сколько из нас мы искренне жертвовали, ожидая какого-то воздаяния, и это воздаяние не пришло. Сколько из нас мы плакали от сложных обстоятельств жизни, понимая, что жизнь слишком несправедлива. Сколько из нас мы были пренебрежены кем-то или унижены. Сколько из нас прошла боль через наше сердце только потому, что ты пытался бытишь к нам и как-то помочь людям. Но я тебе хочу сказать, у Бога есть памятная книга. И в ту ночь, когда холод смерти, когда угроза твоей жизни, опасность для тех, кто дороги твоему сердцу, придет в эту ночь, Бог откроет памятную книгу, и Он вспомнит о тебе. Не написано, что Мардахей, разочарованный жизнью, разбитый, бежал куда-то. Написано, плакал, одевшись во влетище, взывал к Богу, искал ей свирь, призывал ее сделать то, что нужно сделать. А в это время Бог начал работать с царем. Бог начал говорить, тревожить его сердце. Послушай, царь, единственный, кто может защитить слугу моего, который спас тебя, это ты. Единственный, который может помочь Мардахею-праведнику, который не преклонил свою голову перед Аманом. Царь, ты можешь это сделать. И в эту ночь не виселица для Мардахея, а Аман, который строил виселицу для Мардахея, строил ее для себя. Много тех, которые замышляют зло против тебя, они замышляют это зло против себя. Много тех, которые сегодня пытаются поступить с тобой как-то коварно и неискренно, они поступят по отношению к себе так. И Писание говорит, что когда Бог начал разрушать замысел его, то все, что он задумал сделать с Мардахеем, это произошло с его жизнью. Есть много, знаете, планового человека, но сбудется то, что есть от Господа. Поэтому, послушай, продолжай служить Богу. Продолжай служить Богу. Стой на Божьем Слове. Чти Бога. И не важно, как живет этот мир, и не важно, что может быть тебе кажется сегодня, нету понимания того, что происходит вокруг, нету до конца тебе не открыта эта картина, и ты не можешь понять, ты в неведении находишься. Но Давид говорит, я уразумел это только тогда, когда я вошел в святилище Господне. Нам нужно войти в это святилище Господне. Нам нужно понять, что наша жизнь, она летит. Это кратковременное пребывание на этой земле, приготовить себя для вечности. Вот все, для чего ты родился на этой земле. Это даже не посадить дерево. Это даже не построить дом. Это даже не родить сына. А приготовить себя для вечности, чтобы жить вечно в его святом присутствии. Потому что Он, Бог, который записал твое имя в книгу жизни, это самая высшая ценность твоей жизни. И ты пройдешь через непонимание этого мира, и ты пройдешь через несправедливость этой жизни. Но Бог про тебя не забудет. Бог знает твои даяния. Бог знает твои молитвы. Бог знает твои жертвы. Бог знает твое время, которое ты тратишь, чтобы помогать другим. Бог знает твой добродетель. Бог все это пишет. И может быть тебе кажется, что Бог как-то не обратил внимания. Как-то, знаете, вот как-то царь не заметил мои добродетели. А я ему жизнь спас. Но ты не знаешь, когда Он проснется. Ты не знаешь, в какой день Он вспомнит о тебе. Но Он вспомнил о тебе в самый критический момент твоей жизни. Потому что если бы Он сделал благость и милость тебе в тот день, когда ты спас, то у Него бы уже не осталось бы милости для тебя в день, когда тебя повесить хотели. Если бы в эту ночь ему сказали бы, слушай, а что сделали тому человеку, который меня спас? О, ему дали твои одежды. Его похвалили перед всеми. Ему улучшили жилищные условия. Его продвинули по службе. Он стал уважаемый. Молодцы. Так нужно поступать с теми, кто окажет благость и милость для царя. Пошли дальше. Кто там еще? Кого еще повесить надо? Или кому помочь надо? Но именно в этот день, в эту ночь, в твоих добрых делах был прочерк. Ничего не было, никакого воздаяния. И это стало причиной, чтобы защита Божья пришла в твою жизнь. А мы иногда хотим, чтобы сегодня пришло воздаяние. Мы иногда хотим, чтобы сегодня был ответ. А ты не знаешь, что ждет тебя впереди. Я никогда не думал, что через более чем через 30 лет у меня будет дерзновение говорить с тем, который был у меня командиром, который был у меня наставником. Но у меня есть дерзновение говорить с ним. Знаете почему? Потому что я сохранил отношения с ним. У нас были добрые отношения с ним. Ты не знаешь, когда тебе снова придется встретить тех, кому нужно будет послужить, а ты закрыл сердце свое. А Бог знает. Бог знает твое сердце. Бог знает твои молитвы. Я не раз молился за этого человека. Я не раз молился за... Господь, он хороший был специалист. Он прекрасный был человек. Но Бога у него не было в жизни. И у меня тогда дерзновения не было ему говорить об этом. Он говорит, я устрою тебя встречу через 32 года. Я дам вам возможность поговорить о некоторых вещах. Скольким из нас нужно сегодня это откровение о Боге и понимание того, что наше имя записано в Днюю жизни. Чтобы с легкостью преодолевать надлежащее нам поприще. Не написано, что Мардахей лежал там и плакал, и обижался на царя, и говорил, я оказал великое дело. Я защитил царя, я спас ему жизнь, а он не оценил меня. Теперь еще надо мной этот Мардахей, вернее, этот Аман издевается. Его сердце было свободное, его сердце было искренне. Он сделал то, что должен был сделать. Но Бог пришел. Бог пришел. Если будете читать эту историю, вы будете весьма удивлены. Потому что потом царь поднимает сильно Мардахея. поселяет его в доме Амана. И говорит ему, теперь ты издай указ, который будет... Потому что приказ царя не отменяется, но можно издать другой приказ. И представляете, уже Мардахей издает приказ, что иудеи могут защитить себя и уничтожить всякого ненавистника иудеев. И там по пятьсот человек в городах были уничтожены. И они имели право даже разорить и имущество, и все там забрать. Они это не сделали. И царь еще больше удивился. А что они с этими людьми сделали? Убили их. А что они сделали еще? Ничего. Как? Не забрали у них имущество? Нет. Ты смотри, какие они молодцы. Только себя защитили. А были те, которые потирали руки и ходили, все, скоро вам конец. Скоро вам уже все. Сколько сегодня ты встречаешь людей, которые смеются над твоими принципами. Которые смеются над твоей верой. Которые просто унижают твое достоинство. Но они не знают, что в один день они будут зависеть от тебя. От твоих решений они будут зависеть. И пусть твое сердце будет приготовлено, чтобы послужить этим людям. Помочь им. Я ведь буджу милость в их жизни. Потому что сегодня они господствуют и смеются. А завтра они будут в руках твоих. И Бог придаст их твои руки. Но если бы я сказал, буду рассуждать так, то виновен был бы перед родом сынов твоих. И думал я, как бы разуметь это. Но это трудно было в глазах моих. Иногда мы не все понимаем. Иногда трудно понять эту жизнь. Но кое-что произошло с Давидом. Смотрите. Да коли не вошел я во святилище Божье и не уразумел конца их. Некоторым из нас нужно войти в его святилище. Некоторым из нас нужно пообщаться с Богом праведным, Который имеет планы для твоей вечности, для тебя. Некоторым из нас нужно откровение о том, что Господь есть Бог всей моей жизни. Отсутствие откровения. Оно делает твою жизнь сложной для понимания. Но откровение о Боге, оно дает тебе силы преодолеть все трудности, все проблемы, все вызовы в твоей жизни. Так на скользких путях поставил ты их и не извергаешь их в пропасти. Как нечаянно пришли они в разорение, исчезли, погибли от ужасов, Как сновидения от пробуждения, так ты, Господи, пробудив их, уничтожишь мечты их. Когда кипело сердце мое, терзалась внутренность моя, Тогда я был невежда и не разумел, как скот я был перед тобой. Но он всегда с тобой, ты держишь меня за правую руку. Ты руководишь меня советом твоим, и потом примешь меня в славу. Кто мне на небе, если с тобой ничего не хочу на земле? Изнемогает плоть мое и сердце мое, дух, Бог твердыня сердца моего и часть моего век. Ибо вот удаляющие себя от тебя гибнут, ты истребляешь всякого отступившего от тебя. А мне благо приближаться к Богу. На Господа Бога я возложил упование мое, чтобы возвещать все дела твои. Послушайте, чтобы преодолеть все вызовы, трудности, непонимание в этой жизни, Единственное, что поможет нам, это приближаться к Его Святому Престолу Благодати. Теряешь общение с Богом, теряешься в этой жизни, нету понимания, куда дверться и что делать. Начинаешь надеяться на себя, начинаешь надеяться на начальника, начинаешь надеяться на здоровье, начинаешь надеяться на друзей, которые приводят тебя в разочарование, ты думал, ты будешь крепок, силен, и что-то прошло не так, и твое здоровье подводит тебя, и ты обижаешься со мной себя, ну как же так, ну почему, ну никогда не думал, все время был спортсменом, был умничкой, был молодцом, получалось, и вот сегодня нет сил. Господь говорит, а мне благо приближаться к Богу. На Господа Бога я возложил упование мое, чтобы возвещать все дела Твои. А мне благо. Хочешь благо? Хочешь, чтобы жизнь была благословенной? Хочешь, чтобы смотреть на этот мир, улыбаясь? О, да, я так хочу, я так устал от этой жизни. Тогда приближайся к Нему. Приближайся к святыне, потому что хлеб, который ты вкушаешь, чашу, которую ты пьешь, это то, что приводит тебя к живому общению с Ним. Что открывает твое понимание и ценность того, что ты есть Его сын, ты есть Его дочь. Ты хочешь это? Да, я хочу это. Тебе трудно понять? Да, это мне трудно понять. Приближайся к Богу, общайся с Ним. Потому что когда придет понимание, оно придет тогда, когда ты приблизишься к Нему, и откровение от твоей жизни, жизни вечной, станет ясным для тебя. Ты увидишь путь, по которому тебе нужно будет идти. И ты поймешь, что твои 70, 80, 90, 100 лет, которые ты проживешь на этой земле, это всего лишь приготовление для того славного пути еще в миллионы лет. Общение в его святом присутствии. При благости, при милости, при крепости, при божественном здоровье. Господи, это так будет? Да, так будет. И что, слез не будет? Написано, что не будет. Утрет всякую слезу сочет твоих. И что, боли не будет? Не будет никакой боли. А как же я без твоего доктора? Доктора бери с собой, медикаменты нельзя будет туда взять с собой. Болеть не будем. И даже медпункта не будет. Даже медпункта не будет. А что там будет? Будет там то, что ты себе даже представить не можешь. Лучшее из лучших. Благословенное из благословенных. То, о чем ты даже не мечтал. Знаете, иногда нам кто-то делает сюрприз наших родных и близких. И они нам делают такой сюрприз, что мы даже не ожидали, что вот это может произойти. И твои эмоции, они переполняют тебя. И у тебя просто вот все зашкаливает. Ты просто, ну как? Ну неужели? А вот представьте, придем на небо, это будет намного все больше и сильнее. Ты будешь настолько впечатлен, ты будешь настолько удивлен, ты будешь настолько восхищен. Ты будешь не переставая благодарить Бога за все, что было. И ты скажешь, этот путь стоило пройти. Эту цену стоило заплатить. И ничего, что я усидел у ворот, мне не сказали спасибо. И ничего, что люди смеялись с меня. И ничего, что издевались надо мной. И ничего, что боль причиняли мне. Это стоило того. Потому что я знаю, в кого я уверовал. Я знаю, кто есть Бог мой. Для Него живу. Ему служу. И не могу по-другому. Он Бог всей моей жизни. Давайте мы встанем. Сегодня, когда мы заканчиваем этот год. Может быть, ты почувствовал себя тем Мардахеем в 2018 году. Не оценили. Не оценили. Не поняли. Не сказали спасибо. Замышляют злое. Говорят плохо. Все, что утешит тебя. Это войти в святилище Господне. Открыть свое сердце для Него. Сказать Бог. Я служу Тебе искренне. Не все у меня получается так, как хотелось бы. Но Ты, Боже, знаешь путь мой. Ты знаешь мои жертвы. Ты знаешь мои молитвы. Ты знаешь мое отношение. Может быть, люди тебя не поняли. Может быть, люди обидели тебя. Может, люди сделали больно. Поговори с Богом об этом. Не ожидай от людей. Пусть твое сердце не огорчается. Пусть боль не пронизывает твое сердце и твой дух. Пусть это не станет причиной твоей остановки. В твоем следовании за Христом. В шесть вечную. Потому что некоторые остановились по причине этой боли. Некоторые остановились по причине этой несправедливости. Некоторые остановились в рассуждении. Почему так? Описание говорит, продолжай свой путь. Продолжай свой путь. Продолжай свой путь. У Бога памятная книга. Бог пишет каждый день твоей жизни. Он знает все. И в самый сложный момент твоей жизни он придет, чтобы утешить, защитить, благословить. И однажды он будет встречать тебя на пороге вечности. Он возьмет тебя за руку. И ты, может, придешь заплаканный весь, уставший. Он обнимет тебя, и не будет отпускать. И утрет твои слезы. И скажет, слушай, больше плакать не будешь. Больше боли не будет. Больше огорчения не будет. Ты пришел, ты пришла. Я ждал тебя. Моя родная, моя любимая, драгоценная, возлюбленная. Я пролил кровь свою за тебя. Я отдал тело свое за тебя. Тебе казалось, что не было дела никакого до тебя. Нет. Я пролил свою кровь. Я отдал свое тело на поругание ради тебя, чтобы искупить тебя. Я купил тебя дорогую ценную. Ты самое ценное, что есть у меня. Это как твой ребенок, знаете, который сидит, плачет, а ты обнимаешь его и утешаешь его благостью, милостью. И ты говоришь, сын, дочка, люблю тебя. Люблю тебя, дорожу тебя. Ты самая красивая, ты самый умный, ты молодец, ты... Вот так Бог будет утешать нас. Приготовляя нас на этой земле для себя вечности. И мы, познавшие Его, порой не получившие ничего на этой земле, благодарность, мы совершаем свое спасение. Как Писание говорит, что те праведники, которые были, которым Бог говорил, Бог исполнил все, что им обещал. Авраам, ты будешь отцом множества. И Авраама уже нету на земле, но он смотрит с высоты небес, он смотрит с вечности, и он говорит, Бог верный, Бог верный, все, что обещал, исполнил. Сегодня те праведники, которые, знаете, ушли в вечность в этом году, они сегодня там находятся, на небесах, и они говорят, Бог верный, Бог верный. Меня зовут Грант, мне 29 лет, родился в Грузии, потом отец с мамой переехали в Россию, со второго класса жил в Сыктывкаре, отучился, получил средне техническое образование по специальности ветеринарный фельдшер, с молодости начал употреблять наркотики. За 9 лет, я раз, наверное, 10 лежал в наркологии, родители, не зная, как поступить, уже хотели меня отвезти к каким-то знахарям тут, к каким-то в деревне, к какой-то бабке там, которая заговорит тебя, и ты никогда колоться не будешь. Очередная судимость закончилась сроком. Отсидел, вышел, пока сидел, вроде бы не хотел употреблять, вышел, начал употреблять. Где-то за несколько дней до моего покаяния я передознулся очень сильно, меня нашли уже буквально там, все, уже не дышал, пульс уже не прощупывался там, а одна сказала, давайте, ну, как-то попробуем его откачать, и меня откачали, слава Богу, как-то Бог вернул меня. Вот, и потом через буквально какое-то очень короткое время ко мне пришел вот этот вот парень, его звали, Коля, рассказал о том, что он был наркозависимым, рассказал о том, что он то же самое переживал, он понимает меня прекрасно, мою боль. Очень короткое время прошло, и я принял решение поехать в репцентр. Приехал в репцентр, за меня помолились. Первую же ночь я спал чудесно и прекрасно, ломок не было, это для меня было таким вот свидетельством, я всегда верил, что Бог есть. Потом Бог исцелил меня, у меня была очень сильная аллергия, очень сильная на сенную пыль. Я там, у нас был колхоз, такой небольшой ферма своя, там несколько телят, что-то портят, какие-то курицы, и там сено. Я задыхался, один раз чуть вообще, еле выполз там, и где-то через два месяца моей реабилитации я пообещал Богу, что куда он меня пошлет, я туда пойду, и что хочет, чтобы я делал, я буду делать. И через месяц из Сыктывкара меня отправили в Печору. Когда я приехал в Печору, здесь было 52 градуса мороза. В свое время здесь было очень много колоний. Сидели такие люди здесь, даже как первый премьер-министр Израиля, Минахим Бегин здесь сидел в свое время, мост строил железнодорожный. Много верующих здесь сидело. Иван Ефимович Варанаев сидел где-то здесь, на реке Печора. Начали проповедовать Евангелие, еще раздавать какие-то газеты Евангелия с этим братом. Люди начали приходить. Старые люди вернулись, кто был. Новые начали приходить. Спустя два года женился на самой чудесной девушке на земле. Вот. Она была из церкви города Сыктывкара, там в прославлении. И она мне говорит о том, что давай помолимся за приезд Эдуарда Анатольевича к нам в Печору. Я, зная здесь все вот это вот, что дорога отсутствует, что самолеты не летают с Москвы, что поездом, наверное, Григорий Эдуард Анатольевич не ездит. Поэтому, Лен, тут он к нам никогда не приедет. Я ей рассказывал, 10 минут рассказывал, что он к нам не сможет приехать. Это нереально и невозможно. И я, как сейчас помню, 15-й год, 1-го апреля, в 3 часа дня ко мне звонит наш епископ Павел Георгиевич Кудров и говорит, что к нам едет Эдуард Анатольевич Габенко. Я еще подумал, что это шутка. Более того, когда я своим здесь церковью начал объявлять, что братья у нас тут, начальствующий епископ приехал, потому что 1-го апреля, все думали, пастор, ты шутишь. Но он приехал, молились за нас, помогли нам. В июне месяце приехала команда Год для Иисуса. Конечно, потрясающее служение, потрясающее слово. У нас церковь была где-то 20 человек. Буквально меньше года прошло, и мы собираемся 35-38, там бывает до 40 человек приходит. Мы сейчас будем заниматься социальным служением, хотим начать репцентр, в этом году молимся. Вообще, мое видение, у нас есть отдаленные поселки от города, и мое видение, чтобы в этих поселках начинать церковь. Туда там прилетает вертолет, весной и осенью, продукты им привозят на вертолет. И вот эти вот деревни, я узнавал, в этом году мы ездили, мы с ними с нами общались, там нет ни православной церкви, там нет ни еговистов, там нет вообще никого, евангельских церквей там вообще нет, тем более нет. Мы с моей женой верим, что Бог может сделать гораздо больше, чем есть сегодня. Поэтому и служим, поэтому и уповаем, поэтому и делаем что-то для Него, несмотря ни на что, преодолеваем все трудности. Субтитры создавал DimaTorzok